Друзья, добрый вечер! Здравствуйте! Я всех с большим удовольствием приветствую в эфире сразу двух YouTube-каналов. Я говорю всем добрый вечер, кто присоединился к нам и смотрит нас в эфире YouTube-канала Feigin Live. И, конечно же, друзья, я приветствую всех тех, кто включил нас на YouTube канала Курбанова Live. Друзья, что здесь будет происходить? Цельный, очень интересный час обсуждения того, что же произошло в мире, в Украине, в Российской Федерации к сегодняшнему дню. Ну и, конечно же, определенное пояснение трендов и того, что все это означает. А, как всегда, за саму аналитику и за пояснение будет отвечать Марк Фегин, который сегодня тоже, конечно же, будет вместе с нами. Марк, здравствуйте! Добрый вечер! Рад приветствовать, Алена! Рад приветствовать всех зрителей канала Feigin Live и канала Курбанова Live. Тоже всех приветствую! Да, друзья, сразу кинул вам такую интригу, о чем мы будем говорить. Помимо того, что сегодня все-таки в России запретили все ЛГБТ-движение, сегодня еще и стало известно про прямую линию президента Путина. Совпадение или нет, мы разберемся. Но прежде чем начать, не забывайте обязательно, что наш зритель – основа основ нашего информационного сопротивления, поэтому без вашего участия невозможно себе представить наши веселые и очень грустные темы. Не забывайте оставлять нам лайк для продвижения нашего эфира и обязательно подписывайтесь на YouTube-канал Feigin Live и YouTube-канал Курбанова Live. Марк, но прежде чем мы начнем про Путин-движение, через запятую, чтобы вы, друзья, знали, никакой нет дискредитации. Мы поговорим с вами о том, как, безусловно, ушла целая эпоха, потому что Генри Киссинджеру было сто лет на момент сегодняшнего утра, когда все мы проснулись и увидели информацию о том, что он завершил свой долгий земной путь. Очень неоднозначная фигура. Как сегодня написали, например, украинские пользователи соцсетей, что Генри Киссинджеру понадобилось сто лет для того, чтобы понять, что его позиция касательно Украины ошибочная. Да, он менял свою позицию. Нетривиальная историческая фигура. С чем ушел и что оставил по себе? Ну, много сейчас некрологов, много мнений по поводу роли Киссинджера в нынешней архитектуре мира, послевоенной и теперь уже пост-поствоенной, после Холодной войны. Уместно, так сказать, все эти оценки. Но, смотрите, он написал несколько очень крупных работ, в частности книгу «Дипломатия». Он как бы считается одним из родоначальников в 20 веке политики, реалполитик применительно к сосуществованию с дьявольским Советским Союзом. Вот, поскольку идея Дитанта, это как бы во многом он являлся ее протагонистом, во многом, хотя она реализовывалась уже там больше при Картере. Он до 77-го года, собственно, занимал официальные посты. Но, например, с Китаем, да, большой договор с Мао и Никсоном, это точно его заслуга. И это тоже важная веха. Но для нас интересно, для нас, относительно вот уже нового времени, когда не стало Советского Союза, появились независимые государства, это его... Всю того, что он вообще родился в Германии, происходил из еврейской семьи. Не так, чтобы сильно именитый, но они уехали вовремя, значит, в начале 30-х, вот уже с приходом Гитлера к власти в Америку. И, в общем, он там, кстати, после войны закончил Гарвард, очень успешно, кстати, преподавал там. И, надо сказать, был человеком одарённым, сам по себе, как учёный. Это нельзя отрицать. Другое дело, что вот это его служба в разведке, а он служил в частях во время Второй мировой войны в контрразведке, то есть, знание немецкого языка, много чего повлияло, его использовали знания. Ну, и много он сотрудничал именно с разведкой, повлияло на такую, знаете, вот у всех вот этих выходцев из спецслужбы, тогда какая-то взаимнокомплементарность. Вот они из Путина нашли этот язык общий, Путин когда-то прокомментировал, что, типа, мы как-то в Питер приехал, Киссинджер такой, значит, это было ещё, он был замом у Собчака Путина, и он сказал, ну вы откуда, сынок, там, типа, в машине. Он говорит, а я вот такой вот, я, типа, я полковник мужей, я как бы работал вот в первом главном управлении. Он говорит, ну да, все сносные политики, типа, оттуда и вышли, и на себя так вот, значит, на себя тоже. И вот у них как-то зародилось, и вот они переменивались, обменивались, он к ним приезжал, у него был свой Киссинджер фонд, который получал денюжки из Москвы, не надо этого скрывать, сотрудничал, доклады писал, ну доклады, естественно, как все доклады 99,9 период фуфельные, за них платятся деньги, а люди их тоннами, значит, выписывают, это форма коррупции определённой, да, и лоббизма, да. Но, тем не менее, всё равно, это же уровень не каких-то там подворотней, это серьёзный был уровень, всё-таки Киссинджер серьёзная фигура, безусловно, и он в каком-то смысле, в какой-то же период, вот, допустим, в нулевых, он выступал большим лоббистом Москвы. Вот это точно, так сказать, было плохо, и то, что тёмным пятном останется на его биографии, в общем и целом, ну, там, при критике, при всём, но, в общем, выдающейся биографии человека, который был советом национальной безопасности, и в Госдепе, и так далее, но это тёмным пятном останется, потому что, понимаете, как будущее, после того, как он помогал Путину, в известном смысле, оно отменило это, всё то хорошее, что он пытался, да, он же продвигал концепцию, что нужно принять Россию такую, какая она есть, ну, чисто реалполитик, что там демократии не может быть, потому что, ну, они варвары, ну, так я грубляю, конечно, утрирую, и типа, надо дать Москве всю ту меру самостоятельств, как региональные державы, в отношении бывшего пространства СССР. И мы видим, чем это обернулось, смерти, смерти, бойны, значит, деградация, значит, регресс страшный и так далее. И он опомнился, действительно, столетние, вот, на 101-м уже году, вот недавно сейчас отпраздновали его юбилей, но он до этого, прям в канун, в общем, в августе прошлого года, в связи с войной, он же много чего назаявлял, давал периодическое интервью, надо отдать ему должное, ну, как всегда так бывает, человек в прыжке умер, то есть, казалось бы, 100 лет, но был до последней секунды активен, был до... он недавно в Китай ездил, с помпой его принимали в Китай, Си Цзиньпин лично встречался, он же у такого маленького роста был, я его видел один раз на одной конференции. Вот, и, соответственно, уважаемое лицо в разных средах было, даже Путин по поводу него сегодня высказался, что там, типа, ра-ля-ля, дипломатик, там, туда, выдающаяся роль, ладно. Но, но, смысл здесь в том, что он понял, это многого стоит, что это людоеды, что вот Путин людоед, Кремль людоед, ни о чём там договориться нельзя, и нужно, в общем, где-то, в общем, как-то попытаться Украину вырвать в это западное пространство, её спасти. В Украине принято его ругать, Киссин же обоснованно, кстати, заслуженно ругать, потому что, знаете, он много чего-то высказывал и в период, когда Украину в НАТО не приняли, и когда, значит, ну, я имею в виду известную историю с Меркель, и некоторыми ещё в нулевых годах, во второй половине, когда, значит, отказали в приёме в НАТО, и тогда не было территориальных проблем, ничего, надо было принимать. Но, тем не менее, я хочу сказать, что он всё-таки дал основание сейчас, какой-то мирный план, размена, значит, 20% на НАТО, сейчас этому плану следует. Он про другое немножко говорил, но всё-таки, всё-таки, он сказал, что Украину можно принять в НАТО уже сейчас, даже вот в таком состоянии войны. Ну, по-другому, это было сказано с оговорками, но это предполагает, Расмуссен это повторяет, другие политики. В общем, идея о том, что Украина должна быть в НАТО, и НАТО – это такой колпачок, обеспечивающий безопасность, что мы убедились на тех странах НАТО, которые граничит с Россией, эту идею он заранил, эту идею он дал, дал ей жизнь. Вот сейчас период войны, я имею в виду ни до, ни после. И мне кажется, что это в наследстве его, ну, частично, наряду со всеми остальными, в багаже останется. Если Украина будет принята в НАТО, ну, на что многие рассчитывают, надеются и так далее, бог знает, когда, может быть, вот на этом саммите будет предложено вступить, ну, я так говорю, вот, то где-то какая-то крупица заслуги в этом есть ещё и о помнившемся вовремя Киссинджера. И мне кажется, что лучше о нём помнить, вот, ну, наряду со всем, может быть, плохими упрёками, помните то хорошее, что он, как, ну, мыслитель, безусловно, он относился к ведущим интеллектуалам 20 века, в общем, дал, дал, в общем, подсоветскому миру, вот, в большом объёме. Именно эта идея о том, что, вообще говоря, война не препятствует для вестернизации и интеграции таких пространств, как Украина, гигантского восточноевропейского пространства с огромным народом. Так что, как говорится, земляным пухом, вот, в лучшем он, что называется, из миров, по-моему, её супруга жива, она там чуть-чуть младше, вот, и так себе, там, что-то года на два, на три. Завидная жизнь, понимаете, всякому бы прожить такое, но не просто жизнь по сумме лет, я вот всегда говорю, а так, чтобы было на что оглянуться, взирая, значит, взглядом, окидывая, сказать, ну, вот, смотрите, вот это то. Так что, когда умирают очень старые люди, принято не расстраиваться, а как-то вспоминать, немножко даже с иронией об этом, обо всём, с улыбкой, всё-таки большая жизнь прожита, ну, жаль, конечно, что он чего-то не увидит, конца войны, например, да, и краха этой системы, постсоветской путинской системы, мы её увидим. Вот уж мы ужрёмся с вами там. В прямом эфире. А чё, чё, конечно, конечно, само собой. Я напомню, что в крайнюю поездку в США, как раз президент Зеленский, он встречался с Киссинджером, это не анонсировалось прям штыро, какая-то там фотография одна появилась, но тем не менее, видимо, когда изменилась позиция по Украине с тем, что не отдавать нас Россия, а побороться за нас, да, и сделать действительно частью цивилизованного западного. Да, они встретились. То есть я уже не знаю, насколько будет жив некий лоббизм имени Киссинджера, мы это увидим в какой-то перспективе, но тем не менее, я думаю, что появление рядом президента Зеленского говорит о том, что действительно его позиция, Генри Киссинджера, во многом изменилась, да, но это, знаете, как ушла эпоха, и ушла целая история, мы в ней ставим точку, а Российская Федерация, она пишет свою современную историю, которая очень сильно отличается от всего того, что было до 22-го года. Мы плавно подходим к более актуальным новостям. Я себе позволила вывести сегодняшнюю депу тему о запрете ЛГБТ-движения, к чему мы с вами, в принципе, готовились, да, какая неделя тому назад, как первый, потому что, по сути, сегодняшний, потому что она тоже очень знаковая. Она о том, что Хамас — это ок и отличные ребята, а представители ЛГБТ непонятно, что это, и как его в толпе отличить, потому что на нем нет никакого пояса смертника. Это экстремисты. Талибы — это отлично, и с ними можно торговать, а человек, который хочет любить, просто любить, а кого это уже не наше собачье дело, значит, он все-таки экстремист. Сегодняшнее решение суда, да, признание международного общественного движения, которого по-прежнему нет, его не создали до сегодняшнего дня, экстремистской организации. Что это такое? Зачем это вообще надо было, вот эта чушь? Мне кажется, что когда ты говоришь про ЛГБТ, то это и есть некая история, что ты выводишь это на первый полос. Это будут обсуждать, об этом будут писать. Это и есть в некотором смысле популяризация. Ты молчишь, ты не говоришь, но все существует, как существует. Зачем с этим бороться? Ну, смотрите, во-первых, юридическая сторона, она понятна какая. Дело в том, что, соответственно, гражданским кодексом, который регулирует деятельность общественных организаций без образования, некоммерческая организация, она шире называется, без образования юридического лица, в их представлении любое, так сказать, можно обозначить объединение, которое не имеет юридического оформления, не имеет юридической регистрации, ну, неким формой некоммерческого объединения. Некоммерческое более широкое понятие, да там внутри его и общественные там и другие объединения могут умещаться и они в общем на этом паразитируют потому что ну как бы в цивилизованном обществе действительно регистрации не требуется люди собрались там очередились и открыли счет и вот и вся регистрация нормальных странах там но есть какие-то оговорки для там некоммерческих организаций которые деньги собирают еще же но есть вы хотите там просто-напросто собрались и что-то делать но и делать еще открыли вот и все и отвечаете за этот счет принципе какого-то формально регистрационного органа в цивилизованных странах обычные память вообще ничего нет то есть там уведомляешь и все уведомительный порядка вот вы знаете мы тебя назвали там лгбт или перел гбт это вообще никого не волнует здоровье идите и делать что хотите вот в рамках закона естественно вот тема это понимаете она почему педалируется в принципе сейчас но они запретили и запретили понятно что они будут сейчас исходя из этого экстремист статьи соответственно уголов кодексе они будут каких-нибудь там подпольщиков геев выявлять значит по я помню знаете я когда учился на юрфаке только поступил 88 год на дворе была статья еще за мужеложество и понимаете каждый раз когда по уголовному праву когда проходили особенную часть делится на общую часть и особенно часть уголовный кодекс если вы знаете да значит в особенно части сами статьи диспозиция санкции диспозиция санкции но а общая часть это описательная процессуальная часть которая описывает как действует эти статьи там во время и в пространстве вообще весь принципы на которых основаны уголовные законы тогда то есть это и доходили а каждую статью проходит вот есть кто юристы есть вот так вы каждую статью проходите изучаете значит объективная субъективная сторона ну и тогда самые смешные статьи как вы понимаете какие были когда их разбирали ну соответственно да а вот значит и совершенно возможно было вести лекцию потому что преподаватель был серьезно как бывший исследователь у нас был такой знаете прокуратуры и вот он рассказывал как определяется анализу там вот откуда вот эти шутки про жжение ободка вот что думаете я просто так шучу это все взятое из моего обучения на юрфаке вот и это статья была понимаете она уже ну так как то уже в 87 году ну какая она уже не работала там особенно никого за это не хватали вот но но проводилась экспертиза как выявлялось наличие полового акта вот это самое вот методом пальпирование это было так смешно над этим так все смеялись но я хочу сказать что они же серьезно это все понимаете советский год были осужденные ну были известные люди осужден параджанов например режиссер да многие козина в свое время еще при сталине рассудили за значит мужеложество они до этого сейчас не дойдут для того чтобы вот раз лгбт запрещено раз пропаганда официально преследуется нетрадиционных отношений она в россии презент по кодексу об административных правонарушений до уголовной статьи они пока не дойдут пока я хочу подчеркнуть это решение верховом суда она нужно для компании путин который 14 декабря на большой пресс-конференции объявишь ну так и будет вы знаете выдвигаюсь выдвигать вот заставили надо защитить от лгбт понимаете асана сегодня встречаемся на дальних дачах то есть со своими таскать быть как у нас говорят чпокаться но это мы шутим его в отношении традиционных и нетрадиционно про всех шутим потому что это нормально или нормальных людей которые абсолютно не различают ориентации всем наплевать а у этих у них пунктик у них псих и он из этого делает квази идеологию вот домостроить ценности традиционные не при но вся гейру и гейропа и так далее это все делается для этого поэтому я хочу там вот я вижу уже алармические завывания значит ну там ребят геев там девушек лесбиянок из россии займами не придут они попозже придут к вам в постель заглядывать это не сейчас произойдет это ни одна момента им надо пройти ровно кампанию в марте это потом сама ситуация вызовет для них возвращение статьи о мужеложестве или там нетрадиционных отношений в уголовном кодексе она быть мягкая поначалу а ой подумай штраф назначить да потом будет жестче не вот причем это не предполагает что окружение путина спорт состоящие из вот этих с фантазией товарищей знать что им нельзя будет или что-то они там у себя все нормально и можно все вот хоть даже жертвоприношения человеческие делать вообще все разрешено это все для плебса причем опять же в идеологических целях потому что по большому счету самому путину все равно про него разные слухи хоть но ему в общем да он равнодушен я думаю в целом до того там кто с кем спит в целом к ориентации но раз это нужно для того чтобы продавать подневольному плебсу мы вас мы вас ободки ваши защищает то это конечно из этого темы делается факт остается фактом они и тут значит постараются учета такое выдать помимо на экстремистов из лгбт и значит на семейной ценности вот накануне над большие семьи отчет сам большую семью не зовет завел сразу 10 которые все не они не называются дети у него другие фамилии носят охренительно же по внуке я вообще не знаю какие фамилии один говорят зеленский таскать второй муж зеленский утихонова и значит дитя у них наверное зеленский или зеленская и затем девочки мальчик то есть это говорит о чем о том что смотрите все утилитарных целях это делается для того чтобы но нужно какую-то идеологию измененную продавать и поэтому вот они выдумали этот конструкт в котором в центре находится вот наши традиционный тип все ценности противопоставленные тлетворному влиянию запада поэтому пока практических из этого последствий не будет конечно ходить с лгбт значками и ленточками радужными не стоит это и раньше я бы не посоветовал я вот защищал геев там лесбиянок я защищал как адвокат дел пусирает всем известный потом ко мне приходили советовать еще сделать там и так далее ну там были политические статьи вот само собой шоу я держусь традиционной ориентации это понятно но но я только вот я всегда консерваторы традиционалисты и могут по-настоящему защитить геев не какие-то вот которые как во власти значит преследует геев а сами геи понимаете вот такие которые может быть и традиционалисты в этом смысле но и традиционных ориентаций но мы по-настоящему обладаем волей для того чтобы защищать людей которых преследуют за за их ориентацию поэтому на самом деле все равно ходить не надо россия сейчас страна в которой вообще опасно что-либо такое делать я никому не присоветую явочным порядком добиваться прав ли там не за отменные решения верховом суда об лгбт как экстремистской организации но в целом вы должны понимать что пока вам ничего не грозит в любом случае людям в крупных городах урбанизированной молодежи среди них есть люди которые держатся нетрадиционной ориентации лучше маневрировать потому что если у вас есть возможность я вам посоветую уехать тоже если вы живете там с своим партнером одного пола и в в квартире вы писали что там соседи будут делать и сейчас начнут писать на вас эти жалобы что вот они тут вот лгбт лгбтятиной занимаются вот так что я бы честно говоря сильно не советовал оставаться в россии если вы вот прям открыто ведете но у вас отношения с лицом своего пола потому что они дойдут с неизбежность как я уже сказал и до уголовного преследования и сегрегации вплоть до звездочек и значит будут носить эти розовые звезды как носили геи в нацистской игре погодите все будет все будет ну просто эта звездочка будет не прямая какой-нибудь как цифровой рубль понимаете увы социальный рейтинг назначен что и где-то у вас в вашем за голограмме будет написано ой любит значит со своими пола лицами заниматься значит отношениями понимаете поэтому конечно угроза в этом есть и она не снимается она не немедленно и она безусловно есть а для власти это вот безусловно идеологическое обеспечение про войну они все отработали про войну они все отработали вот смотрите у них грубо говоря они знают чтобы про войну продавать вот мы там с нацизмом боремся украинцы от наследники нацизма мы из них русских сделаем кого не надо того повесим убьем они все там нацисты в банковые все нацисты всех повесим значит мы там наследники сталина наследники великой победы победа беси это они все уже отработали то есть у них уже эта штука нормально отшлифована а вот как с традиционными ценностью учитывая вот сидит володин который сам гей да и значит рассказывает про традиционные ценности у них это комбинирует сочетать но так они и сами говорят что они не не коррупционеры не воры какой хочется стонать и плакать от этого понимаете потому что честные люди но миллиардеры так и в этом вопросе так сказать их предпочтений они безусловно и мы ненавидимых не за то что они геи за то что это лицемеры подонки и циники которые значит под видом значит традиционных ценностей преследуют геев будучи сами вот такими как я всегда говорю мы бисексуалы только без женщин знаете я как чек с воспаленным воображением и сейчас и раньше еще до полномасштабного вторжения в россии любили очень ролики значит о том как они экстремистов перехватили полудурки агенты киева и значит у них там забирают имперачины но уже какая-то гранатка все очень никчемно обязательно есть майн кампф или что-то вроде того нацистская астика символика какая-то со свастикой ну и конечно же либо портрет либо что-то связанное с бандерой вот это прямо маст хэв поэтому я думаю что теперь каких-то криминальных делах будут писать что удовлетворяли друг друга или портретом или книжечкой бандеры звучать намного правдоподобней вот он типичный такой киевский каратель но сегодня открылась еще одна очень интересная история в ее прям разнесли очень активно это то что одна из дочерей американского происхождения владимира соловьева как будто бы в своих соц сетях она выступила немножко против написала очень так конкретно из того что накопали журналисты то есть она достаточно такой антивоенный человек есть это очень не близко не нравится она против этого выступала выступает против русского мира и при этом каким-то образом она живет в москве но ясно она не супер публичная и можно фильтровать информационный поток в середине самой россии а как ты так получилось что у соловьева ребенок здорового человека смотрите смотрите насколько я понимаю она типа режиссер и по моему она в москве не живет по моему она все-таки в москве не живет она по моему постоянно обретается за границей где-то в америке и тогда она по моему я боюсь соврать от первого брака это уже взрослый человек да я знаю сколько лет у него было 6 или 100 мне не знаю сколько браков таскать и и как женщина в ростове помните великом произведение значит поэтому соответственно ну как вам сказать но видно мать хорошая была видно мать правильно какая-то было мне не этот же чудо-юдо а потом смотрите ведь мы же не раз уже говорили что у него и сын такой вот это тоже значит и он против лгбт и всего гамаси и так далее а сын у него игровой поэтому я еще может быть сын ты нормальный может быть он ну и гей он не геет вообще для нас не имеет значение мы обсуждаем отца его а по большому счету не сын мы возмущаемся цинизм и если до чего реально искренне возмущается факту преследование лгбт признанию экстремистской организации мы только можем честно сказать ну что же это вот человек и я не думаю что это уже игра в том что она уже несколько раз высказывалась по таким темам она уже не первый раз против говорит а вот если она такая честная и правильная то я ей посоветовал действительно есть она в россии то немедленно уезжать а если не в россии то и слава богу как говорится и открыто уже говорите про отца про своего говорит что он предатель циних и вот такой человек который за деньги извините удаст а вот как мне нравилось знаете у дудя этот пошутил товарищ очень хорошо сказал как называет свою жопу киселев как называть знаете как и он отвечает кормилица вот поэтому на самом деле я считаю что значит надо надо уезжать и высказываться открыто поддерживать людей с не традиционной ориентации которых преследуют которых вот я знаю истории в россии когда избивает молодых людей вот сильно в питере там усыновленных детей вот таких которых от родителей которые там женщины особенно лесбиянки и так далее это все возмутительно и это безусловно способствует преследованию людей с нетрадиционной ориентации в россии вот если дочь соловьёва такая если она находит возможного об этом высказать вот дочь мошкова тоже кстати открыто высказывается его в антивоенном ключе и получила американское гражданство и теперь уже ну она давно живет в америке с мужем а вот уж не знаю занимается ли по профессии надо обличать кто бы твой родитель не был надо говорить правду вот я так считаю что если бы мой родитель был вот таким я бы вот ну царствие небесно отцу с матерью скончались давно уже вот но но надо обязательно обязательно говорить как она есть ни в коем случае не идти против истины против правды только полагаясь на родственные чувства это неправильно то есть если человек мерзавец то надо честно говоришь он мерзавец концерт вопрос его совести я понимаю что против своего отца матери пойти очень тяжело но против своей совести идти еще хуже поэтому да и по этой причине можно оправдать тогда все что угодно понять и убийство и и то что творится в украине и так далее только потому что он твой родитель это неправильно это неправильно ни с какой точки зрения поэтому это даст пример другим также сказать я знаю что в семье грызлов такая же история якобы у миронова один из детей но тоже там в пяти или шести браках был тоже такой вот против всего плохого да то есть чем больше будет таких людей которые казалось бы ну вроде должны использовать положение своих родителей своих значит вот для того чтобы там что-то заработать папа паразитировать на теме да если они будут честно высказываться ну конечно россия сложно делать может загреметь а вне пределов и обязательно надо говорить эти люди они дают нам еще больше оснований говорить о нашей правоте то что мы этих людей так оцениваем без того что мы их дети там и родственники или кто-то мы они говорим но если уж дети о них их так говорят если дети не возмущаются вот всему тому что происходит в россии значит правота на нашей стороне мне кажется это вот новый пропагандистки идеологически очень важно я предполагаю что все те дети которых вы вспоминаете и дочь соловьёва это как раз дети которые получали образование а соответственно и формировались на западе другие цены и другие отношения к людям и свободам вот мы видим это проявление но коли же вы открыли ящик пандоры жопной темы марк то тогда мы как раз ей продолжим потому что зюганов сказал о том что 13 декабря уже официально как раз объявят о начале президентской компании буквально букмекеры делают ставку что же будет кто пойдет что-то там интрига сохраняется максимальная да и на 14 число назначена прямая линия то есть пресс-конференция напомню что в прошлом году ее отменили по неназванным причинам ну шо шо мол там говорить на этот раз конечно это будет приурочено как президентской компании так и просто к общению с российским глубинным народом в общем-то уже сказали уже призывают писать вопросы писать вопросы которые конечно будут не отредактированы не продуманные а вот прям жесть будет а не пресс-конференция что должно происходить почему очень важно общаться ведь всегда нет прямой линии нет все нет вопросов нет ответов все стабильно все обожают путина все знают что 83-85 процентов в марте он получит зачем нужно следовать скрепом смотрите конечно это проводится мероприятие только для того чтобы он выдвинулся больше не для чего все остальное он сто раз говорил ничего нового он не повторит он произнесет тот же набор но ему надо официально высказаться что причем давайте так я спрогнозирую там выйдет какой-нибудь работяка жизнь очень тяжко в какой-нибудь ушанки такой вот три ухи искать двое время что вы чего давай баллотируйся сидишь мы тебя ждем кормилица туда и сюда и лгбт задрала уже и вот это значит да вы знаете вынужден пойти вам навстречу вот не хотел вот где-то даже сомневался даже думал идти не идти может бы я уже не так молод там или еще что но еду вы знаете вот так и быть вот уговорили все ваш навеки остаюсь значит россиюшкой как как-то песков сказал что он женат горит на россии страшно даже подумать что он с ней делается этой россии когда он на нее жена вот но скорее всего я думаю что все это проводится именно для этого ну как говорится отнесите мои слова в банковскую ячейку посмотрите может это будет вашим депозитом получите проценту он выдвинется скажу я вот типа выдвигаюсь ну и как бы все закрутится набор его конкуренцию я думаю уже согласован я думаю что будут все те же плюс какой-нибудь клоун еще может быть представляющий антивоенную позицию но так не резко может быть эту функцию выполнят и явлинские может эту функцию выполнить кто-то еще но не принципиально абсолютно вот что он будет говорить вот самое будет убубнить они же протестировали все темы от лгбт до многодетных семей до демографии популяции релаканты например он володин высказался мне тоже понравилось горит это ведь предатели не возвращайте а что же вы говорили что нужно это всех айтишников и тогда возвращать в этом грузии и вы не устроить а тут они горит предатель то есть понятно то есть я к релакантам сейчас обращаюсь они конечно тяжко живут в разных средах узкие релаканты если вы вернете вас отправят на фронт вот нибудь не ну конечно решать вам возвращаться не возвращаться но вы должны понять что это мышеловка вы заходите и дверь захлопывается и обратно уже не факт что вам удастся снова через нее перепрыгнуть эту решетку возможно вы там как говорится и останетесь в мешках вас будут туда-сюда катать поэтому на самом деле им нужно какую-то продать картинку опять же не потому что нужно предвыборная программа да этот квазик конструкт идеологически он нужен для того чтобы написать на лозунгах но это нужно для того чтобы обосновать для подневольного плебса зачем все это надо почему он уже вот мы все-таки 25 лет уже власть на путь и опять идет ну какая неожиданность и ведь вот идет же человек и так далее понимаете они больше беспокоятся о спокойствие массы а не о том как он будет выглядеть по-настоящему на выборах что вдруг он на выборах не могли вопрос об этом не стоит выиграть он не выглядит вообще там выборов нет но вот для успокоения массы эта картинка делается до то есть она показывается что на самом деле все вот идет своим чередом все хорошо вы сидите не дергай может даже на выбор не хотим за вас проголосуем но главное что все идет своим чередом вот вот он вот он выдвигается вот он будет бороться за семейные ценности за домострой за там против лгбт это просто декорация это декорация просто должна быть выявить в этом даже рефлексия есть они рефлекторные эти движения совершают нужно так всегда делали вот мы будем делать как и прежде не надо ничего менять вот приблизительно для этого и делается большая пресс-конференция смысла в которой никакого есть человек 25 лет подряд проводит ну там 24 эту пресс конференцию кому она нужна что он может сказать только хуже сделать вот и все поэтому картинка просто картинка и больше ничего не ждите от нее никакого содержания пока это все описывали марк меня знаете когда через экран потянуло старой такой антресолью бабушкиной а вот так и есть какой-то шухлядку такой советский союз начало 90-х абсолютно непонятно мне очень близко то что делал в свое время в более мирные годы президент зеленский то там я лично присутствовал на многих пресс-конференциях когда и пиццу ели и бургеры ели и чередовались журналисты и вопросы были до того что просто выводили зеленского то я уже молчу стандарты западной пресс когда там тоже и враги и друзья все присутствуют и задают острые вопросы а здесь я с вами солидарно что будут какие-то они сейчас очень популярна в россии так называемый отряд путина такие бабки сумасшедшие которые уже они грешу сильно переживают владимир владимирович пора снять интригу и баллотироваться но от прошлого мы сейчас перейдем к будущему я только напомню нашим зрителям друзья не забывайте пожалуйста для нас крайне важно мы работаем в прямом эфире ваша поддержка и ваше участие ваш лайк одно нажатие на кнопку помогает нам улететь в стратосферу обгоняя и ласка попадая в рекомендации к другим пользователям и зрителям ютуба и обязательно подписывайтесь на youtube канал фигин лайф курбанова лайф значит для себя ясное дело что военный преступник путин остается там абсолютным топчиком и там все ясно если бы были рейтинг если бы было где их писать просто все издания по крайней мере западные в россии закрылись он был везде на первом месте сейчас в европе в мире о нем не вспоминают у нас очень сильно в украине рефлексирует на тему издания политика значит навальный и зеленский мечтатели года орбан и набиулина это разрушители собственно сложно с этим не согласиться как вы считаете марк это что абсолютно субъективная оценка экспертов и журналистов политика что вкладывали какие смыслы раздавая именно такие номинации я напомню что зеленский в прошлом году был самым влиятельным политиком мира ну я честно говоря вот эти вот рейтинге что журнал тайм человек года избирает что политика вот такой рейтинг делает то и другие издания все балуются этим в конце года все этим пробавляются они все очень помните джерусалим пост мы по моему с вами обсуждали или нет потом зеленского главным евреем не признали значит по миру или я не с вами там его вообще не упомянули по мне упомянули да что ты не попал даже в рейтинг какого-то другого там я просто считаю конечно не все пристрастное конечно они все ну каждый кто во что гораст имеет право мы же не запрещаем я знаете принцип вот этот который политика избрала не очень приемлем все-таки рейтинг знаете не вообще должен быть это разрушитель какие-то то есть набиульну которая ответственно за войну и за убийство вдруг находится там номера ну пусть разрушители но орбан там еще как-то что он конечно но он не начинал войну он и не способен просто антиукраинский политику ведет а а это прямое ответственно то есть вы тогда для злодеев для людоедов свой рейтинг изберите кто из них самый людоед понимаете а все-таки в одну пусть даже разные категории в один рейтинг сводить таких анти и про мне кажется не очень удачно потому что получается что вынимается в моральный стержень получается что политика она стоит сама по себе она неважно с каким знаком плюс-минус войну начал или цветочки высаживаешь там марихуаны торгуешь или еще что то есть как будто бы это все дань профессии которая ну как бы вот такая понимать вот путин он вот политик такой же как и все остальные а он не такой же как все остальные понимаете это чертила которые значит подрывает все что создано поколениями по части стабильности мира но вообще после войны я с холодной войны человек который ведет ну ладно жертву там но понятно сотни тысяч уже убитых вот 500 тысяч и гардиан пишет в украине поелок сегодня наверное еще больше столпенберг кстати сказал сегодня о 300 тысячах потери российской армии но он имеет виду все вместе не только погибшие но и раненые хотя там генштаб засыл говорит о 340 тысячах убитых но неважно это все детали этой детали но как бы сводить знаете зеленский и путин тут и набиулина тебе тут и киссингер байден тебе тут и хамас это неправильно понимаете это так не работает мне кажется все таки для людей которые ответственны за мир прогресс и безопасность должен быть свой рейтинг а для вот этих вот сатанистов должен быть свой мне так и поэтому тогда можно будет сказать нет вы извините мы от морального начала в политике не отказывайте она не амбивалентно не безразлична к тому какую политику несет гитлеры тоже объявляя человеком года журнале тайм и сталина объявляли человеком году журнале тайм но наверное вот есть как идея одиночно объявить человеком года еще он действительно совершил злодейство или наберет что-то полезное а можно это сделать но в сводить их в один рейтинг и считать что ну вот один работает сталином другой гитлером а третий работает руманом или айсенхауэром или меня рузвельтом мне кажется вы знаете неправильно мне всегда это казалось очень сомнительным когда из политики вынимают это моральное начало зеленский может занимать в таком рейтинге нормально вы заработали мужчине первыми завтра третье но знаете оказаться в определенной категории в одном рейтинге с набиуллина или даже орбана но органа в меньшей степени но все равно европейский политик он все равно представляет венгрию который извините украины же не воюет ни с кем не воюет но но с оговорками еще как то мы можем это принять но набиуллина который разрушитель она там разрушитель но она ответственна за войну мне кажется в таком рейтинге выглядит совершенно абсолютно неуместно мое мнение не навязываю политик свое мнение я спрашиваю о том чтобы возможно там не понравится нашим зрителям и вам но тем не менее значит это только что мне почему-то подумалось о том что зеленский на первом месте навальный на втором месте были награждение по правозащитников до в прошлом году там были украинцы белорусы и россияне есть очень хороших аспектов где люди которые еще и восстают самой россии они значит как прилипли к нам вот хороший президент зеленский и хорош как будто бы навальный они должны идти вместе и мне кажется что это не совсем правильно я знаю что там к навальному могут там по-разному относиться как российскому оппозиционеру в украине вы знаете к нему вообще-то отрицательные активное отношение доколе что-то хорошее и не похожее на путина будет прицепом идти к украине вы знаете я не думаю что они руководствуются этим соображением что русские и украинцы политики должны быть вместе я думаю что они действовали по тому же принципу свести просто профессиональные качества я скорее по-другому бы сказал я не очень убежден что до навальный политик но сидящий в тюрьме он скорее выглядит как диссидент и правозащитник нежели полноценный политик но невозможная политикой заниматься из тюрьмы хотя опять же это качество неотъемлемое что касается самого навального конечно к нему отрицательно относятся в украине за эту историю с бутербродом но я абсолютно против чтобы и право украинцы имеет в контексте еще тем более войны так относится это их право но я против чего я против того чтобы уравнивали а ну что навальный что путин нет это все таки не одно и то же понятие путин убивает украинцев навальный сам кстати украинец и выходцы его родители из украины но отец во всяком случае и он не может нести ответственность за то что совершает путин на территории украины вот все равно кто бы что ни говорил как бы не любили его украине еще раз украинцы имеют право не любить кого угодно да там не важно навальный у кого бы то ни было из россии выходцев но наделять его значит ответственностью за то что происходит в украине а он сидит с 21 года с января в конце января там 17 января сидит в тюрьме это неправильно в этом рейтинге скорее я как бы сказал хромота то что все-таки действующей политикой президент зеленский но действительно как-то контрастирует с тем же навальным хотя но может быть на это политика по принципу этого рейтинга глаза закрывает но тем не менее я хочу сказать что я не думаю что они руководствовались тем чтобы присутствием их обоих в этом рейтинге как-то задеть украину унизить украины сделать ей ну какой-то репримант в виде того что вы все равно где-то там рядом русские украинцы я не думаю что этим руководствовал зеленский человек действительно политик масштабный выдающийся который своим мгновением своими решениями влияет на судьбы мира ну потому что война таким стали сделала его понимаете не было войны он бы оставался по политикам украинским а сейчас война превратила политика глобального даже ведь он там в прошлом году имел выше рейтинг сейчас его как-то ниже не имеет значения он свое место в истории уже записал даже если чего бы там не происходило навальному еще предстоит еще совершить такое сверх поступок отдать подписать что крым это украинский его на вашем россии очень ни разу не нужен очень ни разу дай бог вообще чтобы крым был российским пусть и отдать навечно навсегда подписать везде крови что никогда не привезли не донбасс не крым не херсонская не заборосков вообще запретить им быть в составе россии вообще забри не надо вообще вообще не надо вот так земли девать некуда если навальный сделал то его простят забудьте вы вспомнили про набиулина в украине к ней рода такое отношение как у вас это военная преступница которая была максимум усилий для того чтобы не просто экономика была стабильная и значит процветающей нет все что она делала это приумножало деньги которые сегодня уже стало известно что военный преступник путин он утвердил абсолютно рекордный бюджет расходов на армию на следующий год поднял зарплаты силовикам почему рекордный потому что со времен холодной войны собственно такого не было да чтоб так много денег пошло на войну и все это конечно было заработано в частности там экономическими российскими умами вот у нас есть точка отсчета следующий год россия не искупиться на войну в то же время ройтерс со ссылкой на неназванные источники из госдепа говорит о том что в вашингтоне здесь немножко капитана очевидности они уверены что на та же россия тот же путин до окончания следующего года вообще не будет заикаться и подходить к теме переговоров и мира потому что ждут кто же там выиграет президентские выборы о чем мы говорили то есть по сути делается ставка на то что 24 год это будет весь год посвященный войне сугубо войне и никакой дипломатии и переговорам то значит про россию мы сказали а что же западный мир марк к чему же они готовятся но я на это отвечу вот я сегодня смотрю обсуждают но она появилась в чатах значит появилась ссылка на статью которая вышла в одном из западных изданий сейчас я вам точно это все скажу значит вот это появилась в экономист статья цитата следующий путин похоже выигрывает войну в украине пока что пишет экономист его самым большим преимуществом является отсутствие у европы стратегического видения думаю под этим есть основание но это отвечает том числе на ваш вопрос а в первый раз с тех пор как владимир путин это цитата вторгся в украину 24 февраля 22 года он выглядит так как будто может победить выглядит так президент россии поставил свою страну на военную позицию укрепил свою власть и подрывает убежден запад потому что украина может выйти из войны процветающей европейской демократии но вот это циркулирующее настроение в западном общественном мнении то есть глупо отрицать говорить что нет ситуация гораздо более благостно и это не вполне так я об этом могу основательно говорить когда встречаясь с разными вот я несколько дней назад вместе своими коллегами дмитрием и геннадий гудковым и сергей гури мы встречались советникам макрона президента вот в елисейском дворце мы сейчас ну там у него специальные там бурфальтером встречались и разговаривали на эти темы частично вот какие могли обсудить я могу сказать что действительно ну не в этом даже разговаривать других мы там других мероприятий принимаем части основание говорить о том что общественное мнение я в отношении украины несколько меняется это точно вот мы это прогнозировали с лета я уже немного раз говорил что и разговоры об этом правильно были начаты еще света потому что это подготовила почву для аргументации против этого всего сейчас вы слышали уже и некоторые подхватили это не будем называть имен мы их уже обсуждали что все проиграли все пропало вот это алармизм и так далее украина проиграла для того чтобы как минимум продолжить то что ты делаешь а человеку политику и в политике и в войне важно оставаться и доигрывать матч до конца как я уже не раз говорил ни в коем случае не поддаваться на эти в армейские часто значит все пропало настроение и так далее а продолжать делать свое дело запад много раз демонстрировал ну скажем так изменение такой позиции от на американских город вера майна понимаете завтра у произойдут какие-то события ситуация изменится и с большим оптимизмом на нее будут взирать сегодня сейчас мы находимся на одной из самых нижних точек этого процесса я уверен в нем не дает и украина что называется расслабиться вот эта дискуссия между военным и военно-политическим руководством добавляет здесь некоторые неуверенности и дает повод это обсуждать я не буду в детали уходить между заложным естественно или окружением точнее заложенными окружением зеленского эта дискуссия идет да так сказать давая повод говорить об отсутствии полноценного единства в руководстве политического украине я думаю что для того чтобы исправить эту ситуацию как я уже раньше вы нужна военная победа какая-то пусть локальная или же такое изменение ситуации при котором у россии появятся проблемы помимо украины понимаете не будет вот этой бетонную верить как пишет об этом иконами что кажется вроде бы путин может выиграть нет путин не может выиграть во первых потому что он уже все что хотел и мог проиграл он не захватил украину и это означает что никогда он киев не возьмет и там 80 лет будут процентов или сколько украина сохранить суверенитет над этими территориями даже если не удастся отбить полностью территории до границ 91 года и уж точно путин не вечен вот это тоже чем он все равно когда не сдохнет и поэтому разговоры о том что значит нам уже все пропало ничего не грозит и путин вечен и но как кощей там с иглой в его яйцах значит будет существовать вечно это не так это не так он не будет существовать вечно и как бы не стабилизировался как бы не сманеврировала российская экономика подстроившись под военные рельсы она все равно не выдержит полноценные индустриальные и военные военные индустрии конкуренции не выдержит западом просто нужно всего-то добавить воли тем кто принимает решение на западе будет связано с выборами наверняка это будет связано с выборами наверняка американским выборами будет связано в решающей степени до них еще есть время но даже до этого ноября 2024 года чем бы они держались а по сути до января 25 года когда победивший президент если это будет новый президент и не байден зайдет в овальный кабинет в белом доме то есть возможность эту ситуацию еще исправить в пользу украины это мое убеждение не нужно просто отступаться и не нужно создавать новых проблем а преодолеть все кризисы которые имеются в том числе и военно-политическом руководстве я бы сказала так что это не украины там отсутствие каких-то больших глобальных побед а у коллективного запада у европейского союза австралии канады и сша все наши партнеры это не мы если что не дай бог проиграем это они все потому что все это затеявалось ради удовольствия и счастья одного человека все эти жертвы все эти смерти все эти трагедии и западный мир который не смог с этим ничего сделать то он в том числе то будет это на себе ощущать но иногда все таки марк сами россияне чинуши нам помогают где-то где мы не можем подобрать слова выходит условно и сергей рябков заместителя министра иностранных дел и говорит а мы-то очень даже готовы к войне с нато если что то мы в принципе не исключаем этот конфликт украины он говорит будем до конца добивать и так далее а чё же вы говорили про то что мы не хотим у нас планов таких нет несешь сейчас ну так вот разобрать настоящий когда подстегивает он как бы говорит смотрите мы до конца мы не только здесь остановимся мы еще и за вами пойдем ну да потому что они же понимаете как как у них значит ситуация меняется а кто сказал что она еще раз не изменится да они когда въезжали то я помню путин 24 февраля но он записал 20 это все говорят 22 значит не взомните мир с третьей страны на все готовы а потом такой вы знаете 9 мая стоял такой значит это весь это потек у него ботикс вот понимаете а теперь они заявляют и как только ситуации как им она кажется получает для них больше возможности оптимизм такой да они уже дамы вообще там всю украину сотрем на нато зайдем и так далее но это лишний раз доказывает когда вот я говорю о том что целях уничтожение украины их цель не сделать этом нейтральный безопасный демилитаризован да ничего подобного уничтожение украины украинской нации нет там других целей все остальное это пошлые интерпретации которые значит нужны либо им в зависимости от конъюнктуры да давайте мы вот изобразим сейчас что мы тут украинцам не враги ну скажем так а либо западу который ничего страшного ну не войдете в нато мы не войдете в ес ну так сказать 20 процентов у них останутся да нет друзья дорогие так не работает это все для того чтобы сохранить украину как восточный и ваших же интерес как форпост запада чтобы вот эта вся жижа не подтекла сюда да в украину через украину к вам на запад нужно эту украину защищать сейчас опять возобновилась дискуссия а вот это украинцы там типа много просят что это они вот так все позволяют знаю что им дай оружие то деньги они себя не так ведут и тогда потому что неснимаемая тема о том что действительно украина принимает на себя удар который вот как по слову рябкова могла бы принять на себя польши страны балтия а того хуже и другие страны там финляндия какая-нибудь вам настолько безразлична вот это вот это так сказать инвариантность когда в принципе могут туда а могут сюда или вы все-таки поддержите украину чтобы этого не случилось с вашими странами и с вашими обществом логичная же постановка вопрос но почему-то она раз за разом то ли через успокоение через веру в договоренность мы там с путиным порешали типа все время это как-то ослабевает эта позиция дает сбои да и пожертвуем украины он дальше не пойдет дать его он пойдет они же сами об этом говорят и поэтому этот тезис он не снимаем и пока не будет достигнут результат результат виде победы ну или хотя бы таскать того что украина останется даже под контролем тех территорий которые она занимает сейчас накройте их зонтиком чтобы уже это был неизменный неизменное уже положение вещей при котором 8 процент точно неминуемо навсегда уйдут на запад против чего собственно москва и выступает очень интересно как далее будут меняться заявления сказать что действительно россия вот такую тональность занимает как только они чувствуют чуть больше силы у нас тоже есть такая беда мы в свое время поспешили рассказать о том что и где мы будем делать летом в крыму да тоже почувствовав силу тоже вкусив вот этот вкус победы и сейчас нужно стеснув зубы собрав все силы не позволяя себе лишние эмоции продолжать свою борьбу друзья и всех наших зрителей мы тоже к этому призываем все те кто выступают на стороне украины всех тех кто желает нам победы но в частности не забывайте что информационное сопротивление это тоже часть той самой войны пускай не такая опасная но здесь нам тоже нужна ваша поддержка не забывайте вставлять нам лайк не забывайте подписываться на youtube канал фигин лайф и курбанова лайф также друзья вам напомню что в таком же формате мы с вами встретимся уже в субботу и очень надеемся что вы тоже будете составлять там компания марк спасибо большое за этот вечер и за этот спасибо алена спасибо всем зрителям канала фигин лайф и канала курбанова лайф